С неба в бой! День десантника для Ульяновска праздник народный. С 31-й отдельной десантно-штурмовой бригадой жители города связывают давние и тесные отношения. В нашем регионе ДШБ базируется более 20 лет. В этом году День десантника Ульяновский посетил командующий ВДВ генерал-полковник Шаманов. Он провел церемонию награждения лучших воинов-десантников и поздравил крылатую пехоту с праздником. Войнопромышленный потенциал города Ульяновска. Сергей Иванович сказал, что несмотря на то, что я уже ряд лет вообще не живу в Ульяновске, но всегда вопросы, которые касались автомобильного завода, авиационного завода, в частности, переносе производства из Ташкента в Ульяновск. По вопросу противовоздушной обороны механического завода всегда, как член военной коллегии, отстаивал, потому что Ульяновск заслуживает еще больше внимания со стороны государства. И мы с Сергеем Ивановичем имеем четкий план наших действий. И в обозримом будущем у меня нет сомнений, потенциал Ульяновска еще больше поднимется. Ранее генерал Шаманов провел встречу с вреуглавой региона. Они обсудили работу предприятий Ульяновской области для военно-промышленного комплекса, а также ряд других вопросов. Всю нашу встречу посвятили как раз обсуждению, связанное с подготовкой кадров для нашей российской армии, в том числе для воздушно-десантных войск. И, конечно, с обеспечением ее самым необходимым современным оборудованием, которое в том числе производится в Ульяновской области. Я вот хочу в вашем присутствии его лично поблагодарить. Он, несмотря на то, что возглавляет только один из родов войск в нашей армии, но очень часто, практически ежемесячно мы с ним встречались в Москве, и он нам всегда помогал с заказами для наших оборонно-промышленных предприятий. В честь праздника в парке Маргелово была проведена выставка современного вооружения и военной техники, комплектов ВКБО и ратников, включая новые образцы для ведения боевых действий в условиях тропического климата. Состоялись и показательные выступления разведчиков 31-й бригады. Перед жителями города они выступили с приемами армейского рукопашного боя, а также показали действия с оружием в составе боевого отделения. Затем состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие ветераны воздушно-десантных войск. Полковник Коныгин, к примеру, прослужил в нашей бригаде более 30 лет. Начинал лейтенантом. Сейчас приятно смотреть, когда десантники идут именно куда? В парк Маргелово. Идут для чего? Для того, чтобы встретить своих сослужителей, для того, чтобы гордиться теми солдатиками, которые прыгают с самолета, гордиться теми солдатиками, которые сегодня показывали искусство военное, доведенное до высших пределов. Завершили праздничную программу выступления творческих коллективов региона и показательные прыжки. Андрей Творогов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.